Друзья мои, всем привет! Сегодня на повестке дня будет трап фирмы Alcoplast. Вот такой вот у меня трап. Размер данного трапа 550 мм. Сегодня в этом видео я буду монтировать данный трап в душевом поддоне. Душевой поддон, соответственно, я тоже вам покажу, как я буду делать. Но это будет в другом видео. А сегодняшнее видео посвящаю я трапу. То есть, я сегодня буду монтировать трап, буду рассказывать, как и показывать, как это будет происходить. Расскажу об его особенностях, его плюсы, минусы. Ну, в общем, весь процесс, который будет проходить, будет в этом видео. Так что смотрим это видео и не забываем поддержать меня лайком. Всем спасибо. Погнали! Для начала хочу сказать, что данный трап изготавливается в Чехии. Чешский трап я его называю. У него есть вот такие монтажные опоры. Эти опоры нужны для того, чтобы можно было закрепить их к основанию и потом уже отрегулировать по высоте, по уровню. Ну, то есть, задать ему нужную плоскость. Выход у этого трапа размером идет 40 мм. А здесь у меня канашка идет 50 мм. Соответственно, мне нужен будет переход. Ну, ничего страшного, он у меня есть. Да, на тот идет гидроизолирующая лента. Так. Ну, всякие всевозможные саморезы. Этот крючок, который позволяет нам снять эту решетку при необходимости, когда мы будем, допустим, чистить трап. Так. Ну, что ж. Теперь распаковочка. После распаковочки данного трапа сразу хочу вам показать его плюсы. Плюс заключается вот здесь. Вот в этой вот. Под этой пластмассовой крышкой находится то самое, ради чего можно взять данный бит трапа. Сейчас я открою и покажу. Открывается он очень просто. Вот эти две защелки отгибаются и крышечка открывается. Вот, смотрите. Видите, вот такой вот мини-сифон. Этот сифон нам нужен для того, чтобы можно было пользоваться трапом и запах канализации никогда не мог попасть к вам в квартиру. Там внутри данного сифона, обратите внимание, есть такие два шарика. Эти шарики, они как раз являются тем самым препятствием, которое не позволяет воздуху, запаху с канализации попадать в квартиру. Они перекрывают эти данные два отверстия и запах уже остается только в канализации. Чудо свершилось. Я открыл крышку. Как видите, она тоже герметично закрывается. Есть здесь уплотнительная резина, которая также препятствует попаданию запаха в квартиру. И вот они, эти шарики. Вот они, два четных шарика. Они абсолютно пустые, полые, пластиковые. Как работает данный сифон. Эти два шарика находятся на своих местах. Там есть специальные пазики, которые рассчитаны как раз на то, чтобы данный шарик лежал на этих пазиках. Когда вода попадает снизу под эти шарики, она приподнимает их и начинает утекать в канализацию. Происходит это вот через это отверстие. Приподнимая шарики, она идет в канализацию. И, соответственно, запах, который идет из канализации обратно, он не может попасть в квартиру, потому что препятствием на их пути являются как раз эти самые шарики. Воздух не может приподнять данные шарики, потому что они лежат на пазах. Если бы шарик отсутствовал, ну, как-то вот так, получается, доступ запахом через это отверстие в квартиру был бы свободным. Но так как шарик лежит на своем месте и не может никуда сдвинуться, воздух не может попасть в квартиру через канализацию. Собирается все в обратном порядке. Устанавливаем сифон на место. Вот таким вот образом. Берем крышечку. На ней написано «Алкопласт». И теперь нам нужно смонтировать наш трап, соединить его с канализацией. Ну, примерно где-то вот в этом районе у нас будет находиться наш трап. Регулировка будет происходить с помощью вот таких вот ножек, которые будут крепиться к полу и с помощью вот этих вот маховичков будет подниматься и опускаться уровень нашего трапа. Все это происходит несложно, легко, можно сказать. Так что можно спокойно нарегулировать по уровню трап и без проблем установить его на своем месте. Ладно, пойдем дальше. Продолжение следует... Сейчас нужно подпенить вот эти лапочки. Надо подпенивать для того, чтобы зафиксировать, чтобы больше она не гуляла и уже перейду непосредственно к изготовлению поддона душевого с уклоном именно вот в эту точку. Получается, вот здесь вот у нас должна быть самая нижняя точка нашего душевого поддона уже с расчетом подхода к этому месту кафельной плитки. В данном случае у нас керамогранит. Да, я же сказал, что еще скажу минусы. Минус данного трапа в том, что он не имеет практически никаких минусов. Ну, точнее, это даже плюс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, обратите внимание, вот вода у нас здесь есть, и она сейчас кикает в трап, вон сюда. Сделал такой специальный конвертик для трапа, для того, чтобы туда все аккуратно сливалось. И вода не оставалась у нас в нигде. Так, далее переключаем, и... Опа! Опять вернулась мы на носик. Ну вот, в общем, вся система работает практически с логиком. Вот так вот. Ну, как-то так. ЛАЙК! 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 ЛАЙК!